В Инте дворовые территории укладывают бетонными плитами. Такая практика в Приполярье существует уже несколько лет и доказала свою эффективность. Плиты служат дольше асфальта. Всего в этом году в городе планируют отремонтировать 5 дворов и 2 заезда. Городская казна потратит на работу почти 18 миллионов рублей. Рассчитаться с поставщиками муниципалитет планирует не сразу, а с отсрочкой до конца 2017 года. Ольга Коняева продолжит. На этой придомовой территории тяжелая техника работает с 7 утра до 19 вечера. Но жильцов многоэтажек громкие звуки не раздражают. Ведь совсем скоро их двор преобразится. Сейчас рабочие снимают старые бетонные плиты и вместо них укладывают новые. Кроме того, подрядчики заменят бордюры и обустроят стоянки для автомобилей. Управиться обещают за 10 дней. Вот этот двор считается сложным, так как здесь в сметной документации было заложено снятие старых плит, так как мы будем их использовать и в дальнейшем. Подрядная организация работает два дня. То есть вот за два дня они сняли полностью, с завтрашнего дня начнется укладка плит. Работают они в темпе. В Инте капитального ремонта требуют почти все придомовые территории. У муниципалитета уже готовы сметы на 40 дворов. Но чтобы привести в порядок все разом, средств у города не хватает. Поэтому для начала решили реконструировать пять самых проблемных. Дворы, конечно, выбирали и с помощью интернет-голосования. И жители в первую очередь должны принимать самое активное участие в этой работе. Определить было очень сложно. Но мы посчитали, если привести все дворы в порядок, нам нужен один миллиард рублей. Примечательно, что конкурс на проведение работ выиграл местный подрядчик ЗЖБИ. Благодаря новому контракту предприятие сможет наращивать объемы производства и сохранить рабочие места. Все ремонтные работы компания обещает закончить до конца сентября. Ольга Коняева, Елена Кононова, Татьяна Маннова, Александр Кулясов, телеканал Юрген Инта.